Мы видим, что в общем целом русским населением в 13-14 веках осваивали территорию дегозеющих долин двух крупнейших рек вашего региона, Оки и Волги. И на сколько-нибудь значительном удалении от долин этих рек русское население фактически тогда не проживало. Вот можно еще посмотреть любопытный такой момент, увидеть на этой карте. Здесь изображены почвы в зависимости от степени содержания гумса, то есть от степени их плодородия. Видно, что наиболее плодородные земли располагаются на юге и на юго-востоке современной Нижегородской области, куда русское средневековое население фактически не доходило, ну не считая бурмыш, фактически не доходило до 16-го столетия. Только после похода Ивана Грозного начали раздавать здесь земли и осваивать вот эти нижегородские черноземы. Но уже в 13 веке к югу от Нижнего Новгорода приблизительно в 180 километрах уже сложилась достаточно компактная многонаселенная заселенная область, связанная со средневековой мордвой. Вот такое окружение имел средневековый Нижний. Теперь сам памятник, сам Нижний Новгород. На этом плане точечками показаны места археологических исследований по состоянию на 2015 год. Все места археологического надзора, шурфы и раскопы. Мы видим, что практически вся территория, вся историческая часть нашего города, можно сказать, истыкана вот этими точечками самыми разными. То есть, в целом, такое регистрировочное обследование территории городской достаточно проведено успешно, достаточно интенсивно и сохранилось достаточно немного мест, где бы в Нижнем Новгороде не ступала нога археолога с лопатой. К таким местам можно отнести Подолг, Нижний Базар, Нижний Посад, так называемый. Это современная улица Рождественская. И, может быть, Спасскую гору в Кремле, на которой проводилась пока только шурфовка и археологические наблюдения по ходу строительных работ. всевозможных раскопки там пока не проводились, как в Кавы. Вся остальная территория исследована более-менее равномерно и более-менее тщательно на предмет обнаружения каких-то уж совсем неожиданных таких вот феноменов. Крупным таким оранжевым горошком показаны границы распространения культурного слоя 13-14 веков на территории нашего города. Площадь Нижнего Новгорода на третью четверть 14-го столетия на начало Великой Замятни приблизительно 90-100 гектар. Это такой средний типичный размер для русских городов в это время. Вообще говоря, Кострома имела такие размеры, Москва приблизительно такие же в это время и целый ряд других крупных городских русских центров. Теперь посмотрим на Нижегородский Кремль. Ну, это уже, так сказать, исторический центр города, самый его эпицентр, который всегда привлекал внимание не только археологов-историков, но и местных кореведов еще с 19-го столетия. Совершенно естественным образом было искать те или иные древности, следы былой Нижегородской истории именно на этом достаточно небольшом участке. Площадь всего там 19 гектаров. Вот черными такими пятнами и прямоугольничками на этом плане показаны места раскопок и места шурфов приведенных. В общем и целом, я забыл упустить эту цифру, сказать, что по состоянию на сейчас в Нижнем Новгороде археологическими раскопками и шурфами вскрыта площадь порядка одного гектара, порядка 10 тысяч квадратных метров. Ну, это только те работы, отчеты которых пошли рецидензирование в Палеонкомитете Института археологии. Еще приблизительно такая же площадь, ну, где-то не один гектар, а где-то 0,8 гектара, у нас остается пока не закрыты научными отчетами полностью. В общем и целом, по степени изученности Нижний Новгород как археологический памятник, ну, уже достаточно набрал, можно сказать, необходимый материал для каких-то таких обобщений, уже более серьезных. Нижний Новгород появляется как укрепление, по крайней мере, по литераписным источникам. Плавлимовская летопись упоминает строительство города на пустяки великим Владимирским князем Юрием Севловичем. И, вероятно, остатки укрепления этого города археологи и картографы XVIII века сумели зафиксировать. В результате реконструкции вот этих материалов получается следующая картина. получается, что древнейшие нижегородские укрепления отрезали от береговой террасы фактически два мыса. Один из них очерчен Почайнинским оврагом и оврагом Ивановского съезда, а также оврагом, который заходил с южной стороны, который сейчас засыпан, который был доработан и превращен, по всей видимости, в участок оборонительного рва. И второй мыс, Спасская гора, который располагался к северо-востоку от Ивановского оврага, от Ивановского спуска. Очень интересно обратить внимание на размеры территории, которые зажаты внутри этих укреплений. Здесь мы имеем пять с половиной гектаров, здесь два гектара. В общем целом, получается семь с половиной гектаров. Если мы с вами обратимся просто к известным данным по размерам древнерусских городов на 13 лет, именно детинцев древнерусских городов, мы столкнемся с довольно неожиданным таким моментом, потому что семь с половиной гектаров для детинца это очень и очень много. Так правило, и детинец Москвы, и детинец Граца на Волге, детинец Старой Рязани, Суздаля, это величины не превышающие 3-4 гектара, не более того. Здесь мы имеем почти в два раза большую площадь. В этой связи возникает один из таких вопросов, который является такой загадкой. А собственно говоря, оба ли эти укрепления, оба ли эти мыса можно считать детинцем? Может быть лишь детинцем был один из этих мысов, воспринимался, скажем так, людьми 13-го столетия? Вот. Большой вопрос. Ответить на него, к сожалению, в настоящее время археологически не представляется возможно, из-за того, что Спарская гора фактически не изучена. Ну, есть представление о культурном слое, о датировках его, это все есть по данным шурфов. Но в общем и целом, хотелось бы, конечно, поизучать этот участок более подробно, более обстоятельно. В Нижнем Новгороде, в 13-м веке, почти сразу после основания собственного укрепления, собственного города, возводится каменный храм. Каменный храм Святого Спаса. Вот он. Сообщение о Нижегородском летописице, о строительстве храма Михаила Архангела, в камне, тоже в 13-м веке, честно говоря, можно оспорить. По археологическим данным вопрос очень спорный, очень такое подозрительное отношение к этому сообщению. Возникает, когда познакомишься с археологическими реалиями раскопок Николая Николаевича Воронина, в этом соборе, и рядом с ним Виталий Федорович Черникова. Это немножечко отдельная тема. В 18-м году раскопки проходили в нижней части Кремля. Если до 18-го года практически все, 90 с лишним процентов всех археологических исследований проходило на платформе береговой террасы, на возвышенной, где-то вот здесь вот, то в 18-м году практически первый относительно большой раскоп был разбит в нижней части Кремля. Вот мы показаны красной точечкой вот этой. До 18-го года здесь было заложено несколько шурфов, вот, проведены относительно небольшие работы по археологическим наблюдениям, вот, изучен самый крупный шурф, заложенный здесь, здесь, за Чатьевской башней, 16 квадратных метров, вот это вот здесь вот. Но в 18-м году раскопки здесь, в этой части Кремля, приобрели уже такой, как бы, более масштабный характер. Было заложено два раскопа и один шурф, общей площадью приблизительно 240 квадратных метров. В следующем году эта площадь, то есть в этом году, эта площадь должна быть нарушена приблизительно до 950 квадратных метров. 18-й год это только, фактически, начало вот этих довольно масштабных и сложных работ. Целью работ было проведение спасательных исследований на месте воссоздания храма Семен Столпника в Незгородском Кремле. Вот так он выглядел. Стрелочка здесь помечена. А это вот, собственно говоря, та площадка, которая подлежит раскопам до начала проведения исследований. Вы видите, что после взрыва храма, а храм был взорван в 1929 году, видимо, на дневной поверхности оставались стены, по крайней мере, совершенно каким-то чудесным образом обнаруженный очень вооруженный план 1962 года, вот его кусочек здесь приведен, отобразил еще не порушенные остатки стен этого храма. Именно благодаря этому плану нам удалось разбить раскоп в соответствии с необходимыми ориентирами, то есть попасть на место вот этой снесенной постройки, только благодаря этому храму, только благодаря этому плану, который чудным образом нашелся в архиве Виталия Федоровича Черникова. Вот более подробный топографический план, первый, второй раскоп и шуф. Сам храм занимал приблизительно вот такую площадочку, которая была в 60-70-х годах спланирована, заасфальтирована, по ней проложен желуд для, скажем так, канализации атмосферных осадков, дождевых вод. Рядом все это находится с белой башней, непосредственной близостью от нее. Теперь самое главное, то есть вот таким своеобразным археологическим паспортом любого участка исследована является, статеграфическая колонка, является структура культурных напластований. С чем мы здесь столкнулись? Общую пачку культурных отложений, она достигает мощности порядка 180-190 см, можно разделить на несколько условных хронологических горизонтов. Первый горизонт, самый верхний, связан, естественно, с остатками Семеновского храма середины XVIII века. Второй горизонт, как выяснилось, совершенно неожиданно, поскольку этот объект ни в одном письменном источнике не фигурировал, но о нем можно было догадаться. это монастырский некрополь, кладбище, которое существовало еще до строительства каменного храма, и, очевидно, это кладбище было связано с монастырем. Дело в том, что пистовая книга по Нижнему Новгороду в 20-х годах XVII столетия упоминает Семеновский монастырь, описывает очень кратко его, в том числе называет деревянную Семеновскую церковь, дом священника, там еще какие-то строения. Затем сведения о монастыре, буквально упоминания встречаются в переписной книге 1685 года, в которой называется «Священник». этой деревянной церкви. И, наконец, 1715 год, новый Нижегородский летописец, описание тотального Нижегородского пожара, когда выгорает значительная часть вообще территории города деревянного, выгорает весь низ, весь нижний нижний посад, нижний базар, и сгорает Семеновский монастырь вместе с деревянной Семеновской церковью. Вот после этого события, спустя определенное количество лет, в 1743 году, уже заканчивается строительство на этом месте каменного кирпичного храма. А о некрополе, который, вероятно, был связан с этим монастырем, практически никаких сведений, кроме археологических материалов, не сохранилось. И вот после снятия балласта горизонт некрополя фактически был обнажен, вот его здесь можно видеть, с врезками могильных ям, вот они идут, с торчащими человеческими останками. Все, что выше, это вот горизонт некрополя. Некрополя 16-го начала, наверное, 18-го веков. Второй горизонт очень интересный, честно говоря, и вообще такой, как бы, связанный с определенным главой в истории Нижнего Новгорода. Это вот такая довольно мощная прослойка, мощность порядка 60 сантиметров абсолютно стерильного намывного грунта, который отложился еще перед началом функционирования кладбища монастырского, до начала монастыря. Ну, а вот все, что ниже, вы видите на этих фотографиях, вся вот эта толща представляет собой культурный слой середнякового времени. Собственно, прослойки, содержащие середняковый материал, они темные, гумусированные, вот их здесь хорошо видно, по-моему, не знаю, как видно или нет, и они перемежаются совершенно стерильными, не содержащими археологических находок, прослойками, которые образовались в результате смыва с верхней части Волжского отхоза. Таким образом, на этой площадке удалось впервые в истории Нижнего Новгорода лицезреть, изучать, фотографировать стратифицированный средневековый культурный слой. Вот все те участки, о которых я упоминал раньше, в том же самом Нижегородском Кремле, раскопки на них проходили на нестатифицированном культурном слое. Как правило, напластование XIII-XV веков в нашем городе сохраняется в виде заполнения материковых ям, рвов, каких-то понижений, оврагов. Ну, а в межямном, таком, межмобильном пространстве культурный слой сохраняется на очень-очень локальных участках. Фактически, нигде он не был прослежен на площади, вот так, чтобы не прорвался, более 4-6 квадратных метров. Фактически, нигде на всей территории города. И мощность непотревоженного средневекового культурного слоя у нас в городе максимальная только в одном месте, только на театральной площади, где она достигает 36-40 см. во всех остальных местах непотревоженный XIII-XIV век имеет мощность от 5 до максимум 12-15 см. То есть, вот такая ситуация, она типична для русских исторических городов, которые существовали еще в средневековую пору. Например, для Владимира, для многих районов Москвы тоже самое, и целого ряда других известных городов русских. Ну вот, несколько в более строгом виде стратеграфия подана вот на этом слайде. Под средневековым слоем мы видим еще два горизонта. Один из них представляет собой древнюю погребенную почву, которая сформировалась на намывном грунте, вот на этом таком буроватом. И, наконец, тело древнего оползня, на котором стоит нижний участок стены нашего Нижегородского Кремля. Он стоит на бровке этого оползня. На бровке. удалось докопаться до вот этого оползня. Нам хотя пришлось преодолеть достаточно большую мощность на полставании. В небольших таких колодцах вышли на его верхнюю поверхность вот этот темный слой. По человеку его называют вторым гумусовым горизонтом. И по их данным радиоуглеродного анализа этот почерный горизонт образовался где-то на рубеже второго и первого тысячелетия до нашей эры. Второго и третьего прошу прощения. То есть это где-то эпоха средней бронзы. Где-то эпоха средней бронзы. То есть хотя бы только из этих цифр можно собразить что вот этот оползень на котором стоит нижняя часть нашего Кремля образовался где-то может быть в первом тысячелетии до нашей эры может быть в втором тысячелетии. То есть где-то уже можно как-то сориентировать относительно даты образования вот этого элемента рельефа связанного с нашим Нижегородским Кремлем. Работая на этом участке удалось столкнуться с довольно необычными для археологов явлениями чисто геологическими так называемые явлениями присклоновой геологии и четвертичной геологии и нам сказать что некоторые из этих феноменов сначала заставили поломать голову потому что непонятно было как их объяснить вообще говоря хотя бы с точки зрения как мы привыли все объяснять с точки зрения культуры той которую раскапываем той которую изучаем вот обратите внимание на первом фотографии показаны врезки могильных ям двух и левые борта у них то бишь южные они имеют такой характерный отрицательный наклон вот оказалось что вот этот наклон имеют все южные борта любых углублений на участке и средняковые канавки и могильные ямы и хозяйственные ямы и буквально любые углубления сначала мы недоумевали и непонятно было в чем причина причина в таком явлении которое геологи называют крипом это медленное очень медленное вечное супер вязкое течение грунта которое происходит в силу действия гравитации на увлажненные грунты в течение столетий грунт на нашем волоском откосе постепенно медленно течет и можно даже вот примерно по из предположения вертикальности начальной вертикальности бортов могильных ям прикинуть скорость этого крипа скорость перемещения грунта на нашем волоском откосе по крайней мере вот вблизи этой выположенной площадки древнего оползня второе явление с которым мы встретились здесь к сожалению плохо видно на этом экране видно существенно лучше так называемые сбросы разрывные нарушения в культурных отложениях которые вызваны очень неустойчивым состоянием грунта местного то есть это уже вопрос к инженерным геологам которые я надеюсь будут как-то работать на этой площадке дальше чтобы так-то обезопасить будущее это строение грунт действительно очень такой живой подвижный и на протяжении каких-то 700-800 лет мы видим очень существенную такую динамику в этом грунте вплоть до образования таких разрывных трещин надеюсь не тектонических но тем не менее очень-то неприятных для существа ваших здесь построек я нисколько не удивлюсь если найдется какой-нибудь документ по церкви Семена Столпника который указывает на ряд характернейших трещин по стенам по фундаментам этой постройки тем более что фундамент ее был сооружен в середине 18 века достаточно для нас своеобразным фактически храм стоял на четырех углах то есть сколько-нибудь серьезный фундамент был заложен только под углы 4К все остальное пространство имело фундаменты глубиной заложения до 50 сантиметров и этот фундамент представлял собой в основном обычный непролитый строительным раствором кирпичный бой два слова собственно говоря о древнем рельефе с которым связан исследованный участок вот обратите внимание как я уже говорил нам удалось докопаться до самого низа до самого оползня до его кровли и удалось реконструировать рельеф этого оползня такой какой он был после того как этот оползень случился исторически далеко эта картинка выглядит следующим образом вот обратите внимание направление горизонтали видно что в центре как раз по границе двух раскопов проходит линия некоего стока некая линейная депрессия как говорят геологи если мы обратимся к современной топографии то горизонтали расположены почти под 90 градусов то есть рельеф современный совершенно не отражает рельеф древний и древний рельеф совершенно однозначно указывает нам на то что в этом месте когда-то был сток каких-то поверхностных вод очевидно каких-то временных водных потоков которые прочерчивали эрозионные борозды на воском откосе из-за ливней дождей снеготаяния и других таких вот явлений часть из этих эрозионных борозд очевидно концентрировались в какие-то более-менее крупные русла временные и вот видимо одно из них как раз пришлось на наш раскопанный участок что еще характерно характерно что нам очень повезло с местоположением этого участка мы не просто попали на середину тальвига этого молодого наверное оврага но и в очень хорошее место этого тальвига если бы мы отошли немножечко севернее или немножко к югу мы бы вот такую растяжку культурных напастований не увидели бы если мы идем немножечко севернее исчезают прослойки связанные со стерильным грунтом они заканчиваются они выклиниваются и культурный слой обретает монолитность он уже здесь ближе к северному борту не разделен на отдельные прослойки вот этими наносами если мы уходим к югу то здесь с большой степень вероятности можно сказать что наверное весь культурный слой был срыт при благоустройстве при оборудовании Ивановского сиянда то есть мы попали в ту самую точку в которой потоки которые смывались с ворского откоза затормаживались и откладывались происходила их седиментация так называемая и вот благодаря этому культурный слой оказался стратифицированным благодаря этому мы имеем возможность посмотреть на средневековую культуру нижегородцев уже как бы вот не в общем и целом а с разбивкой на какие-то определенные временные промежутки какие-то этапы что конечно очень и очень интересно давайте посмотрим что нам дали вот эти средневековые напластования самые нижние самые нижние прослойка соединякового горизонта прослойка 9А там была еще 9Б вот это рядышком фактически это одно и то же дает нам достаточно небольшой комплекс индивидуальных находок среди которых очень много стеклянных браслетов здесь только три на самом деле около двух десятков разнообразных стеклянных браслетов затем это остатки деятельности какого-то неведомого нам костореза нижегородского 13 века вот здесь несколько находочек представлено фрагмент импортного привозного восточной работы стеклянного сосуда замок типа В по новгородской классификации керамическая прятрица несколько ножичков и коллекция керамики коллекция керамики в которой мы видим весьма весьма характерные образцы русской посуды для домонгольского периода и для начала первой половины 13 века такого рода сосудом относится первый тип представленный здесь второй тип и эти два типа они являются преобладающими в этой коллекции из этой нижней прослойки вторая снизу прослойка дает нам тоже материал очень близкий к тому что мы уже видели примерно такого же самого времени среди индивидуальных находок самое интересное это железное писало тип которого исчезает в середине 13 века в великом новгороде это очень большое количество отходов кисторезанного ремесла большое количество стеклянных браслетов среди которых встречаются редкие явно домонгольские формы рифленых браслетов браслетов витых с перевитьем цветными эмалями два кусочка необработанного янтаря и очень большая керамическая коллекция среди которых встречаются фрагменты сосудов орнаментированные прокаткой зубчатым колесиком вот характерная форма для второй половины 12 13 веков вот теперь давайте посмотрим самое верхнее средняковые прослойки какой дает нам материал ну во-первых сразу же бросается в глаза совершенно иной набор посудной керамики совершенно иные верхние части горшков характерные уже для московской 2 московского 2 половины 14 века где-то да для нижегородского 2 половины 14 века для эпохи великого нижегородского княжества среди индивидуальных находок фрагменты двух кошельных сосудов один из них венчик от обычной золотардынской пиалы а вот второй фрагмент очень любопытный очень значимый тип керамики этот пока неизвестен вообще не только в Иране но и так сказать на пространствах России в качестве импорта по мнению Владимира Юрьевича Коваря вот вы видите что на этом фрагменте изображена голова человека южно-сибирской расы широколицей такое лицо с узкими глазами с длинными волосами вот дело в том что известна целая серия сосудов иранских с изображением в кавычках князей обладающих харизмой харизмой была изображена в виде таких золотых как бы венцов над головами этих князей фрагменты двух таких сосудов известны на территории России еще один происходит по-моему из какой-то коллекции во Франции вот все три таких сосуда но сосуд от которого происходит наш нежгородский вот этот крохотный кусочек величиной приблизительно с ноготь да он относится пока к неизвестной разновидности герамики Ирана по утверждению Коваля вот и скорее всего он сделан еще в домонгольскую пору но возможно что сюда в Нижненокрит он прибыл уже в более позднее время уже в 14 век по крайней мере в слоях 14 века он обнаружен ну к 14 веку в концу 14 века относится дисковидный грузик свинцовый вот характерный бронебойный наконечник стрелы тип 64 по Медведеву характерный тоже для 14 века другими словами вот даже эти краткие иллюстрации указывают на то что действительно на этом участке культурный слой дает нам возможность прослеживать материальную культуру Нижнего Новгорода его постройки конструкции сооружения не просто целиком для всего средневековья для 13-14 начала 15 веков но дифференцированных для разных относительно узкодатируемых промежутков что очень очень интересно и очень важно вот так выглядят следы работы одного из нижегородских касторезов точнее даже не касторез а специалист больше по обработке рога лосиного рога а вот как выглядят некоторые возможно как раз изделия сделаны его рукой правда они найдены в переотложенном слое но это вещи все средневековые легко узнаваемые всеми кто знает средневековый материал это гребни тип Н по новгородской классификации да самый распространенный поздний поздний тип прямоугольного гребня тоже новгородские путная петля вот конские упряжи вот пуговица костылек вот верхняя одежда вырезанная тоже из рога вот сейчас я хотел бы немножечко сделать такой отскок вбок как бы от той темы которой мы с вами занимаемся почему потому что одной из загадок одной из таких вопросов который очень интересен в контексте Нижнего Новгорода это время ее основания собственно говоря время основания самого города более-менее понятно да есть об этом достаточно авторитетный источник которым является Лавреневская летопись которая указывает на строительство укрепления на Усть-Ати в 1221 году тем не менее тем не менее если просто иметь некий кругозор о русских средниковых городах возникает некое такое не то что недоумение но по крайней мере вопрос дело в том же практически все русские города стоящие на больших крупных реках начинались с берега этих крупных рек с берегов этих крупных рек если мы возьмем старую Лизайн там Москву целый ряд других центров то наиболее древние части этих поселений находятся буквально вблизи Бечевника то есть непосредственно перемыкали к берегу тройной реки мы находились на какой-то высоте но не такой уж большой как правило от уреза воды а что же Нижний Новгород тем более вы смотрите в 1221 году закладываются укрепления размеры которых по всей видимости превосходят и размеры Москвы и размеры Суздаля и размеры даже детин старой Рязани 7,5 гектаров это очень большая площадь это очень протяженная линия укреплений которая безусловно требовала большого количества хотя бы просто тупой рабочей силы где-то надо было ее размещать где-то надо было ее как-то надо было ее кормить как-то надо было ее доставлять и так далее и тому подобное другими словами другими словами наверное наверное можно предположить что с Нижним Новгородом с его местоположением как городом возможно было связано и какое-то более раннее поселение которое существовало где-то вблизи его окрестностей и это предположение не кажется каким-то таким уж чересчур выходящим за какой-то здравый такой как бы смысл другое дело что надо его найти прежде чем делать какие-то заключения о его существовании но тем не менее как мне кажется потенциал к этому существует к великому сожалению нижняя часть нашего города где бы и следовало поискать это поселение до городской которая имела до городской характер вот к сожалению перекрыто очень мощной толщей асфальта нацепного грунта это нижняя Новгородская набережная улица Рождественская прежде всего да переулок Кожевинной Кожевинной Мирьёшка наша Нижегородская знаменитая вот эти самые места куда пока лопата археолога заходила забиралась но не очень глубоко пока археологи сумели вскрыть эти напластования приблизительно до конца 17 века вот на этой дате изучение культурных отложений здесь пока прерывалось до основания фундаментов тех зданий которые были возведены на этих строительных площадках вообще говоря однако здесь в этой части города достоверно известно сохранились органно содержащие культурные подставания которые имеют очень большую мощность порядка 8-9 метров по данным геогуления это очень серьезный источник археологический который когда-нибудь я очень хочу в это верить послужит нам добрую службу а теперь немножечко еще о Нижегородской обкруге вот перед вами карта Березополия карта ближайшей обкруге Нижнего Новгорода который располагается в одном с ним ландшафтном районе наш Богородский район красной точечки это русские поселения средневековы исключительно это 13-14 начало 15-го веков вот надо сказать мы эти памятники изучаем порядка 25 лет анализировали их подъемный материал вот несколько памятников удалось раскопать на 20-30 поселений заложены Шуфы хоть как-то но более-менее мы группу этих памятников сейчас представляем и должен вам сказать что среди них только единственное поселение вот в этом месте оно расположено в 43-х километрах от Нижнего Новгорода может претендовать на предмонгольский возраст другими словами единственное поселение которое мы довольно надежно можем датировать предмонгольским временем то есть в рамках второй половины 12-го начала 13-го веков не хочет вращать дальше машинка просто вызгодилась вот видите как начинаешь говорить о чем-то интересном вмешиваются какие-то силы не хочет ну ладно люди монастырь представляете где на вот это в полу три километра от него ну собственно говоря почему я перевел разговор на Нижегородского округа вот две фотографии давайте посмотрим на одной из них узнаваемый город наш Нижегородский Кремль из стрелочки показано место раскопа 2018 18-го года вот нижняя линия Кремля идет по бровке опузненной террасы верхний снимок это то самое поселение о котором я говорил в деревне подвязи и вот эта терраса на которой она располагает это тоже облазная терраса но расположена немножечко немножечко пониже чем нижняя часть Нижегородского Кремля ну на каких-то 15-12 метров приблизительно разница в абсолютных высотах вот собственно говоря это средневековое поселение образовано тремя археологическими памятниками между которыми очень небольшие промежутки и не факт что они существуют честно говоря пока еще этот момент не исследован занимают этот участок по нижней террасе вот этот склон и вот смотрите в культурных слоях на одном то есть памятников на этом поселении картинка немножечко типологически знакомая с тем что я показывал по нижегородскому Кремлю мы тоже видим здесь в толще культурного слоя как минимум одну мощную стерильную прослойку переотложенную материкового грунта но в данном случае это не намыв это периферия оползневого тела ну другими словами оползень просто оползень вот до 2017 года этот памятник изучали зачистками изучая фактически только верхнюю часть культурного слоя доходя вот до поверхности оползня считая ее за материк получалось 30-40 сантиметров темно-серого суглинка из которого происходил средневековый материал материал 18-ти век там естественно рыбаки останавливались так сказать все историческое время места очень удобные для рыбалки рядом старица паукская и под вот этой стерильной линзой лежит 60 сантиметров нетронутого до монгольского культурного слоя вот такая ситуация пока первая которая зафиксирована во всей нижегородской округе теперь посмотрим на материал этого памятника мы видим шиферные прятки совокупно стеклянных браслетов стеклянные бусы перстень бронзовый щитком тоже уходящий в домонгольское время с другой половины этого поселения происходит литейная форма керамический крестик который мы все время находили во Владимире во множестве хрустальная бусина из горного хрусталя то есть инвентарь в общем и целом предмонгольский по крайней мере 13 век никак уж не 14 никак не эпоха просвета золотой орды никак не первого середина 14 века керамика очень сходная с Нижегородской из нижних прослой кремля первый тип и третий которые на данном памятнике преобладают мы видим что здесь также присутствует значительное количество керамики украшенной прокатки зубчатого колесика и присутствует очень интересная керамическая группа изготовлена из беложгущейся глины вот на основании присутствия этой керамики на этом памятнике около 15% было сделано вывод что это поселение связанное с муромским населением с муромчанами которые вероятно здесь достаточно хорошо жили почему достаточно хорошо потому что очень много костей домашнего скота на селищах фрагменты костей домашнего скота встречаются только на селах на бывших селах крупных средневековых на небольших поселениях костей керес мэрес мелкого рогатор скота крупного рогатор скота как правило достаточно редки здесь их очень и очень много было то есть вероятно уже на расстоянии 43 километра от устья Аки в предмонгольское время уже существовали на берегу Аки русские поселения и в этой связи вспоминаются походы на Волжскую Болгарию когда войско однажды в конце 12 века дожидалось на устье Аки из Мурома там из Рязани шло на устье Аки как раз дожидалось других отрядов которые шли с Верхней Волжи то есть видимо проходя этим путем они проходили все-таки не через пустующие земли а земли эти были сколько-нибудь но все-таки уже освоены русским населением еще в самом конце 12 века вот и заключение что хочется сказать по этому средняковому периоду практически никогда археологи не скрывали площадки на береговых склонах Нижнего Новгорода копали либо припойменные участки не доходя там до средняковых слоев на улице Рождественской либо копали на платформе береговой террасы где культурный слой в значительной степени уже переотложен еще в 18 веке склоны ворсского откоза обские откозы вот в связи с очень характерной геморфологической ситуацией очень перспективны для изучения для обнаружения статифицированных культурных слоев это очень интересно вот и будем надеяться что в будущем удастся получить именно с этих вот элементов рельефа очень интересную новую информацию о древней истории нашего города теперь следующий этап следующий период как я уже сказал пестовая книга по Нижнему Новгороду упоминает деревянную Семеновскую церковь надо сказать что в своем раскопе мы обнаружили остатки срудной постройки которая уходила в два борта нашего раскопа но тем не менее читалась достаточно хорошо вот на этой фотографии видим остатки двух венцов двух стен точнее да срубных как выглядят остатки одного из бревен эти деревянные остатки имеют следы обожжения очевидно что эта постройка сгорела статифорфически с ней была связана очень мощная углисто-золистая прослойка а в углу этого сооружения вот в этом месте был обнаружен развал израстов которые скорее всего происходят от одного набора от украшения одной печи вероятно связанной как раз с этой деревянной церковью по морфологии по своим хронологическим признакам этот набор можно дотерлить где-то концом второй половины 17 века достаточно хорошо некрополь некрополь надо сказать что на площади всего порядка 160 квадратных метров было скрыто 302 попрямления 306 индивидуумов то есть очень высокой плотность захоронения на один пласт мощностью 20 сантиметров в одном месте иногда приходилось 3-4 костика которые последовательно лежали один на другом то есть плотность погребения просто необычайна даже для Нижнего Новгорода даже на театральной площади в каких-то других известных некрополях наших городских раскапываемых такая плотность захоронения пока не была зафиксирована среди погребенных отмечен около 15 погребений весьма с весьма характерной деталью голова погребенных располагались на кирпиче традиционная вот эта традиция погребений на каменной подушке связывает связывается с монашествующими со священнослужителями с православными вот здесь еще одно очень интересное погребение которое как бы выдается из всех прочих видите коллективное погребение трех человек с правой стороны мужской скелет приблизительно 29-28 лет женский 24-25 и вот здесь выглядывает череп ребенка еще одно захоронение совершено в подбое северного борта этой прямоугольной могильной ямы то есть скорее всего семья была захоронена вот в этом месте что-то случилось какое-то видимо событие произошло не очень приятное которое повлекло за собой сооружение вот такого погребения совершения самые ранние артефакты связанные с погребенными это конечно нательные кресты вот такого типа с телевидным окончанием нижней лопасти восьмиконечные с изображением восьмиконечного креста в средокрестие и с клеммами на концах лопастей данный тип крестов появляются где-то во второй половине 15-го столетия и продолжают они хождение почти на протяжении всего 16-го века ближе к концу 16-го столетия они выходят из бытования в горизонте некрополя обнаружен целый ряд монетных находок среди них есть и средневековые монеты но это монеты 14-го века нижегородская пула затем одна медная монета золотой орды чеканки хана хызра 1361 года и целая совокупность монет уже которые ходили на Руси в 16-м веке вот здесь показана одна из них это облегченная московская пула с сиреной с изображением сирена на обратной стороне эти монеты медные они начинают чеканиться в начале 90-х годов 15-го века и по выводам Петра Григорьевича Байдюкова имели хождение на Руси почти весь 16-й век почти весь 16-й век ну и подборка нательных крестов характерных как раз для 17-го начала 18-го веков очень характерные такие 17-ти вечные в основном формы представлены это табличка возрастов тех кого нам удалось откопать как вы видите очень много детских погребений из трех сотен 117 детских погребений причем каждое пятое погребение вообще зафиксированное на некрополе это погребение грудного ребенка то есть возрастом до одного года таким образом этот некрополь служил не только для захоронения священнослужителей то есть монахов но и вероятно благодетели монастыря их родственников практически представители всех возрастных групп представлены на этом кладбище возраст взрослых погребенных здесь наибольшее количество встречено вот в промежутке от 30 до 35 лет 30 до 35 лет ну и наконец Семеновская церковь уже 18 века вот как выглядят ее фундаменты южной стены в шурфе удалось попасть на очень интересный участок известно что в самом конце 19 века решили укрепить фундаменты этого храма видимо уже что-то происходило с его стенами с фундаментами когда решение это было принято шурф наш просто по случайному стечению обстоятельств попал на место где к фундаментам 18 века вот они здесь изображены примыкают укрепленный фундамент конца 19 века вот по этой линии то есть лицевая кладка была заменена на другие кирпичи вниз в качестве фундаментного основания были положены достаточно массивные известняковые блоки вот но как выяснилось опять же по результату наших работ вот такие хорошо укрепленные участки фундаментной конструкции были сооружены точечно отнюдь не по всему периметру постройки а лишь пока защитили только два очень небольших участка протяженность порядка 3-4 метра не более не более что вроде бы даже противоречит тексту документов которые у нас есть по как раз этому ремонту вот как выглядел Семеновский храм на пушкинское время это акварель Мартынова из фондов нашего музея наш раскоп располагался вот как раз вблизи южной стены четверика где-то вот в этом месте приблизительно и охватывал частично объем средней части церковного строения выводы не буду читать по-моему я все это уже сказал ну другим словами вот какая-то такая ситуация вырисовывается в связи с проведенными работами если есть вопросы пожалуйста давайте ответ очень простой дело в том что определение возраста занимался профессиональный антрополог и определение возраста происходило комплексно по следующим моментам а по подентологии то есть по зубам по степени облитерации черепных швов В по состоянию суставов и еще 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 да конечно естественно а вот что-то лица возраста то давайте посмотрим а у вас основные возраста представлены когда возраст 30-35 потом сразу 50-55 а куда у нас пропадают возраста 35-50 вы знаете это не у нас просто в антропологии принято деление возрастов на 5 возрастных групп стандартных вот они здесь по-латыни даже названы infantilis one infantilis two venis adultus и так далее и так далее вот они вот это ошибка метода антропологического определения возраста погрешность скажем так а почему только на театральной площади большой слой смотри может еще где-то есть вы имеете до средневековой культурной тарасова анна анатольевна вы знаете там зафиксированы небольшие участки рва рва это время шурфа вот это было это как раз Евгений Валентинович вот таков который сейчас задал вопрос его работы здесь проходили вот но не более чем то есть только вот кусочек рва этого восточной части ребят о культурном слое мы имеем представление там благодаря шумфу не помню 12-го кажется года 2012-го года Бакулина там да там скрыт нетронутый средневековой слои на мощность его порядка 5-10 сантиметров где-то так же как везде вы на губной части очень просто надо просто открыть отчет Николая Николаевича Воронина откуда она происходит где она впервые скажем так было видно и посмотреть отсюда происходит происходит она из мусорного верхнего слоя который связан с церковным мусором церкви который слой датирует чуть не 19-м веком вот вы знаете когда-то еще в 70-х годах пробу белого камня из фундамента Михаила Архангела брал на исследования Павел Флоренский внук отца Павла Флоренского очень известный в нашей стране в мире литолог геолог дело в том что по микроорганизмам фороманиферам так называемым геологи умеют однозначно определить возраст белого камня известняка и соответственно указать на те или иные месторождения этого камня откуда он может происходить и вот он выяснил что этот образец который он исследовал происходит из очень известного Мечковского горизонта эпохи Карбона из камня которым построен практически весь все белокаменные соборы Суздаля Владимира и некоторые храмы Москвы ранее другими словами камень этот скорее всего привозной для Нижнего Новгорода был привезен даже не скажу немножко дело в чем дело в том что белый камень крепкий камень без пор без скажем так каких-то трещин и прочее он для нашей местности очень редкий у нас есть доломиты известняки но во-первых месторождение их выходит на юге в Богородском районе они как строительные камни не горятся по крупному счету то что выходит в Богородском районе да они не разрабатывали средневековье по всей видимости в этой связи в этой связи можно предполагать следующее объяснение вот этого феномена обнаружения головки льва в Михаила Аркадемском соборе дело в том что в середине 14 века Спарский собор 13 века приходит в негодность его разбирают происходит это когда судорьский князь Константин Васильевич переносит свою столицу в Нижний Новгород очень может быть что белый камень из вот этого разобранного собора переместился на строительство Михаила Архангельского собора который в камне это уже достоверное практически можно быть уверен в этом был построен в 1359 году в память о благополучном возвращении Андрея Константиновича из Орды он много там претерпел это упоминание из сокращенных летописных сводов конца 15 века где сохранился кусочек летописи Константиновичей Нижегородской летописи как раз эпохи Великого Нижегородского княжества по всей видимости какие-то блоки из вот этого разобранного собора могли быть просто использования для сложения уже нового каменного храма но на другом месте в качестве объяснения по крайней мере почему возникает противоречие какой-то археологически во-первых если посмотреть опять же на находки Николая Николаевича Воронина которые происходят из 40-сантиметрового слоя перекрытого фундаментами белокаменного храма не 17 века а средневекового храма выясняется что эти находки просто не могут быть датированы не только в первом плане 13 века а вообще 13 веком в лучшем случае это середина вторая половина где-то вот ближе к середине 14-го столетия по керамике а керамику он отрисовал и поместил в отчет очень много у него порядка отрисованы венчики более чем от полусотни сосудов это очень хорошая выборка достаточно ульяна во-вторых когда Митал Федор Черников в 64-м году закладывал работал на раскопе вблизи стен Михаила Архангельского собора на материковом основании на материке ниже которого культурного слоя нет он обнаружил культурный слой с кошинной золотардынской посудой то есть слой 14-го века и этот слой 14-го века был перекрыт сверху горизонтом строительства Михаила Архангельского собора то есть вот эти факты есть еще один факт уже не археологический а историка архитектурная я в этом совершенно так сказать тяжело мне с этим материалом но тем не менее сошлюсь на Агафонова который заметил что вот тот храм который откопал Воронин средневековый древний у него не были заложены проходы в алтарь что характерно для строений более поздних другими словами Воронин по словам Агафонова скорее всего ошибочно принял храм 13-го века за более подним послодом то есть наоборот более подним послодом ошибочно то есть вот такие аргументы которые позволяют нам не безоговорочно но по крайней мере усомниться в том что в 13-м веке уже был сружен Михаила Архангель в камне 14-й век это 14-й век ну он более поздний каменный собор хотя бы он как-то должен был лучше хотя бы чисто по логике еще Николай Николаевич вы рассказывали про второй почвенный горизонт который второй гомос горизонт как всегда к первобудке ближе вот мне интересно а вот ближайший округ я так понимаю что хотелось бы немножко поподробнее в образовании то есть с какими ландшафтами возможно это связано и ну если смотреть ближайший как бы вот этот внутренний как бы пространство идущее между двумя реками где-то может быть на поверхности где-то можно наблюдать вот эти вот в смысле вот этот вот второй гомос горизонт и насколько перспективна территория ближайшая с точки зрения обнаружения памятников эпохи первобытности в данном случае эпохи бронза мы знаем несколько стоян и вот там вот эти ну на этих памятниках это я имею ввиду Доскинское вот это посеверение где вернее ближе к Константинова ну по-моему вот тогда я был у вас гостях вы мне показывали Ольгинское стоянку вот они в этих же находятся почвах или нет стратеграфически он у нас у нас собственно говоря обнаружил и впервые изучил и впервые датировал вот этот феномен почвенный второй гомос горизонт Андрей Юртаев почвовед который собственно говоря материалы вот этого второго почвенного горизонта легли в основу его кандидатской диссертации вот он продатировал около пяти точек ближайшие к Нижнему Новгороду это ближнее Борисова по радио гиблиороду где этот горизонт выходит в отдельных местах более того он зафиксирован у нас на селище Бешенцево 3 он зафиксирован на поселение Константинова один на очень небольших участках опять же почвоведом он имеет очень характерную морфологию а? во враге нет не во враге в деревьях в деревьях а в приотложении не в приотложении в нормальном хорошем состоянии дело в том что то что мы видим на глаз кажется нам ровным поле вот а если покопать то оказывается весь вот этот равнина весь этот водораздел представляет собой совокупность древних делей то есть линейных понижений слабо-слабо выраженных с очень покатыми наклонными бортами которые образовались еще в эпоху оледенения уж какого не знаю там Донского либо Днепровского вот но это очень древняя структура рельефа и они благодаря понижению как всякая депрессия они заполняются осадками всегда и они заполнились осадками настолько что борозда башня их не затронула если вы на следующий попадаете в Дели вы имеете возможность работать на нейтронутом культурном слое у нас в Константинове 120 квадратных метров было сделано на нейтронутом слое и в Бешенце немножечко я не помню цифру но где-то порядка сотни метров тоже попали вот в общем и целом просто по шуфам которые приходилось бить с прокладкой разных кобелей дорог и прочее периодически встречаются участки на которых второе гумусо их присутствуют второй гумусовый горизонт по Юртаеву и по Александровскому отложился в нашей местности вблизи рубежа третьего второго тысячелетия до нашей эры когда у нас здесь господствовали фактически степные ландшафты этот горизонт образовался в авидном климате в очень сухом жарком теплом связанной с ним так называемой кротовины это условное название норых грызунов которые отнюдь не являлись кротами это просто название такое это суслики пищухи еще целый ряд этих животных грызунов которые характерны для степных ландшафтов сейчас это примерно где-то Самарская область может быть Критинская область отдельные участки приблизительно вот это наш город в это время на рубеже 3-го 2-го тысячелетия писал с собой степь фактически в это время что касается эпохи бронзы ни одной стоянки не в пойме в пойме да там есть нетронутым слоем очень хороший памятник у нас Пизняковский есть один как минимум такой я знаю на платформе береговой террасы все практически распахано все что мы бронзовое находили практически везде все уничтожной распашкой единственным исключением может быть является одна стоянка на берегу Суры связанная со слудной культурой с Аким Сергеевской Сергеевской скорее всего культурной общностью где как раз собственно культурный слой представляет собой вот этот гумусовый горизонт то что я знаю характерная его особенность если на него капнут кислотой он должен зашипеть характерные признаки черноземных черноземистых почв вот эти созидельные пункты спасибо почему продолжать вы будете дело в том что новый храм будет воздвигнут как нам сначала сказали на фундаментах старого по крайней мере в обводах старого храма и следовательно если этот участок не растопать полностью он идет просто под бульдой по нашим прогнозам на этом участке еще где-то около 700 погребений и это означает что их просто заинтут кульдой и загрузят на какую-нибудь музейскую свалку без всякого изучения у нас хотя бы есть возможность изучить эти христики вообще население 17 века Нижнего Новгорода кстати по заключению антрополога предварительного она очень была удивлена огромному количеству травм мелких травм которые обнаружены ею на вот этих останках она когда-то изучала коллекцию Ярославля Костромы еще нескольких павловских городов приблизительно это уже время 16-18 века вот Нижегородцы с ее слов очень сильно выделяются такой как она выразилась агрессивной бытовой средой другими словами драки вот эта скажем так ситуация вероятно была типичной для тех людей которые были захоронены вот в Некрополе Семеновского монастыря сломанные ключицы многочисленные переломы рук я видел даже чуть ли не три перелома на одной ключевой руке вот переломы бедер потом скуловые дуги сломанные вот есть даже черепные травмы прижизненные с которыми человек еще какое-то время жил даже такие травмы есть пробитые головой черепа скажем так в чем это не там какое-то боевое оружие или что-то именно с точки зрения антрополога это бытовое бытовое и у детей тоже вы говорите детей в этом плане очень сложно изучать потому что их костные останки особенно грудных вот их расчищать очень сложно честно вам скажу потому что все очень тоненькое тут очень сложно что-то можно сказать именно по костям вы знаете археологическим критерием 15 века является одна керамическая группа прежде всего это красно керамика из красножгущейся глины с тонкими примесями либо вообще без примесей вот этой керамики должно быть более 50% в комплексах 15 века я имею ввиду не просто 15 век а средины второй половины 15 век чтобы неточниться в Нижнем Новгороде пока нет ни одной ямы с такой посудой пока нет и в Нижнем Новгороде отсутствует даже монетный материал допустим Ивана 3 второго периода правления Василия 2 когда он стал перед тем как он стал темным когда стал темным это время после феодальной войны монетный материал отсутствует либо 14-й начало 15-й веков либо 16-й век отличается лакуна и в керамике лакуна и в нумизматике то есть это указывает на то что не живет по крайней мере это проблема ее надо как-то решать как-то интерпретировать наша интерпретация что действительно территория города исторического Нижнего Новгорода была в значительной степени покинута в значительной степени заброшена не тотально безусловно но тем не менее именно заброшена по сравнению с той какой она была допустим в 60-х 50-х годах 14-го столетия это совершенно точно это вам любой археолог скажет который копал тот же самый Кремль или какие-то большие такие сытные археологические богатые участки на Нижегородском посаде но ведь Василия Третьего привозили в Нижний Новгород его привозили в Нижний Новгород старый почему потому что Мухаммед остановился в Нижнем Новгороде старым по летописи старым а что такое Нижний Новгород старый ну это уже каждый понимал по-своему так же как слово Родина это тоже требует той или иной интерпретации к сожалению летописцы нам не указали где располагался Нижний Новгород старый где Нижний Новгород новый который также упоминается в летописных памятниках вот об этом можно высказать то или иное суждение на основе тех иных хваток скажите пожалуйста в районе метра моста были там находки какие-то по-моему на 15 век выводят ну там располагается городок если вы имеете ввиду городок этот памятник они не выводят это вообще единственные комплексы середина второй половины 15 века на очень большой территории не только Нижегородского по-узе а вообще до Плесов почти по расстоянию в этом плане памятник уникальный для вот этого отрезка Волги там реальные комплексы середина второй половины 15 века реальные по большому количеству монетного материала и совершенно своеобразного керамическому комплексу комплексу даже индивидуальных находок все это очень своеобразно и в общем-то как-то не встречается ни в Нижнем Новгороде и буквально только на одном сельском поселении что-то подобное есть на Ульгинском все что могу сказать конечно это предположение но и не стал ли вот этот Нижний Новгород новый как раз именно вот этим местом то есть такое предположение есть такое предположение есть ли еще места где я хотела звукокопать вы знаете здесь мы или в этом году отвечу так конечно есть если брать Нижний Новгород самое перспективное я думаю когда-нибудь кому-нибудь в этом плане привезет из археологов привезет кстати и в прямом смысле и в переносном потому что эти работы очень тяжелые в организационном плане в техническом и вообще работать на статифицированном слое ну собственно это уже заниматься археологией настоящей почему потому что когда мы копаем селища расположенные на пашнях с мощностью слоя 30 сантиметров когда весь слой перепахан это археология частично как бы все-таки не совсем потому что археологи все-таки работа со статиграфией со слоями с тем что в этих слоях находится с очленением отдельных комплексов это собственно вот она археология и в этой связи очень самое интересное место в Нижнем Новгороде конечно является улица Рождественская Мельешка Кожевинная там где сохранился очень мощный культурный слой который как в библиотеке наверное хранит информацию о Нижнем Новгороде с самого его основания и до буквально самого конца не наверное все страницы этой истории в том числе 15-й я более чем уверен что он там должен быть все спасибо спасибо